Добрый день! Вы искали удаление христовых паразитов? Я доктор-фитотерапевт Скачко Борис, вас очень прекрасно понимаю. Тема очень непопулярная и в такой же мере очень распространенная. Ее можно игнорировать, но паразиты не будут игнорировать ваш организм. Если они найдут его, если найдут благоприятные для себя условия, они будут в нем развиваться. О распространенности проблемы говорит простая статистика. В США одними только острийцами заражено процентов 15-20 населения. А есть еще очень частый паразит, как аскорида. Есть еще простейшая мелкая, называется лямблия. Они очень легко паразитируют, очень легко заходят в организм и с большим трудом отсюда выходят. А есть еще 150 вида других паразитов, которые могут жить в разных органах вашего организма. Могут жить не только в пищеварительной системе, в печени, в поджелудочной железе, но и в мышцах, в нервной ткани, в глазах. То есть где угодно они могут быть. Вопрос в чем? Вопрос не в том, где они могут быть. Вопрос как от них избавиться. Я не буду вас пугать картинками разных видов фотографий, скажем так, паразитов и человека в разных взаимоотношениях. Ну, поэтому слабонервные могут оставаться перед монитором. Но я все-таки предлагаю удалить. Удалить главное место локации паразитов. Это все-таки пищеварительная система. Все-таки туда попадает большее количество пищи, и она там достается паразитам легче всего. И индикатор того, что они там есть, очень частый, это дисбактериоз кишечника. Это периодически вздутие живота, урчание в животе, нерегулярный стул, склонность к поносу, либо к запору. То есть стул должен быть каждый день утром после сна и во второй половине дня вечером. Если этого у вас нет, то у вас дисбактериоз уже присутствует. И нарушена работа кишечника. Если у вас даже стул не утром, а днем, это уже дисбактериоз. Это уже нарушение мотовики. Я не говорю про более частый, когда понос, он людей быстрее выводит к врачу, к необходимости что-то делать. А дисбактериоз кишечника проявляется и воспалительными процессами. Эзофагит, гастрит, гастрододонит, язвенная болезнь, энтерит, энтероколит. В любых сочетаниях. Это очень часто следствие наличия дисбактериоза в кишечнике. И пока вы не восстановите микробиоциноз в кишечнике, эти диагнозы вас будут периодически обострять и периодически требовать лечения. Еще проявление дисбактериоза в кишечнике. Это хронический панкреатит, какой-то гепатит, жировой гепатоз, театогепатит. Большие пищеварительные железы неизменно участвуют в этом процессе. Эта цель, это мишень для паразитов. Их задача подавить их активность, больше еды достается им, а вам больше токсинов и меньше витаминов и микроэлементов. На этом фоне вы теряете процентов 30 жизней. Это исследование уже давно. Дисбактериоз кишечника минус 30% жизни. А в фундаменте дисбактериоза не дают его устранить одними пробиотиками. Глисты и паразиты. Поэтому, что может быть, я предлагаю вам очень простой путь. Избавить вашу пищеварительную систему от паразитов. Поднять в ней иммунитет настолько, чтобы новые паразиты, попадая туда, не приживались, а иммунная система их удаляла из организма. Если вам такая перспектива подходит, не вопрос, обращайтесь в контакт. Верите лечение по методу доктора Скачко. Оно эффективно и безопасно. Прежде всего для вас. Ну а паразитам мы с ними разберемся. Обращайтесь. Продолжение следует.